Мам, я зарабатываю на своих накоплениях и поэтому открыл вклад в Тинькофф со ставкой 17%. Я могу пополнить его из любого банка, по номеру телефона и без комиссии. Уже открывается, ну! В 90-м году должен был состояться 60-летний юбилей. Ну, человека, ну, когда просто произносили Олег Попов, причём, знаете, это как бы было одно слово, никто не спрашивал. Олег Попов в стране был только один, только он, этот великий клоун. И юбилея не состоялось. Солнечный клоун остался без юбилея. Дело в том, что тогдашний руководитель цирка, где должен был состояться юбилей, Юрий Никулин, другой великий клоун, который стоял сейчас, повторюсь, во главе цирка, сообщил, что, к сожалению, потолок рушится и поэтому юбилей состояться не может. Как рушится, говорил солнечный клоун, это в кассах рушится, а так он в порядке юбилей. Но все знали, все знали, что отношения между двумя великими клоунами, ну, скажем, очень напряжённой, точнее, традиционной. Что значит традиционные отношения между великими? Ну, как же, ну что, ну кто был физиологом великим в России? Павлов, а другой физиолог в это же время, кто был великим? Бехтерев. И как относились друг к другу Павлов и Бехтерев? С трудом здоровались, а иногда и нет, потому что все знали, что священная война, вражда, была между двумя величайшими физиологами. А кто был знаменитейший министр в период Николая II? Потом будут говорить, что ему безумно повезло, что никогда не было в России, чтобы два великих министра, величайших министра, ну, оказались в одном царствовании. Это Витте, Великий Витте и Великий Столыпин. Как относились друг к другу Великий Витте и Столыпин? Точно так же, как Павлов и Бехтерев. Эти два величайших крайне ненавидели друг друга. И когда решат взорвать нашего Витте и обнаружат вот эту адскую машину, и он пойдёт к Столыпину, потому что в это время они поменялись, премьер-министр был Столыпин, и тот издевательски просто ничего не сделает. Правда, впоследствии взорвут его. Но это потом, а тогда нет. Ну, если вам нужно наше время, то тут я просто растеряюсь в рассказах, кто, ну, сразу, что... Кто величайшие маршалы? Кто маршал Победы называется? Шуков. Кто другой великий маршал? Рокоссовский. Как они относились друг к другу? Только перед смертью Рокоссовского они впервые обнимутся. Ну, так положено! Так положено! В XVIII веке, пытаясь определиться, что это такое, наш... Ну, перед тем, как отправиться на Эшафот, выслушав суд, который был собран, который состоял из русских людей, и немец, курляндец Берон собрал специально одних русских, и они должны были решить судьбу русского министра Волынского. Они все единодушно приговорили его к смерти, хотя они там было просто очень много его... Даже родственники были! И он сказал фразу... Так что зря я вам весь этот подолог, надо было просто эту фразу. Я ей уже говорил и повторю. Нам сказал он, хлеба не надо! Нет! Мы друг дружку едим, и тем сыты бываем! Для вас, ценители культуры и истории! 23 июля в Санкт-Петербурге авторский вечер Эдварда Родзинского. Это путешествие во времени в формате авторской импровизации. Билеты на сайте родзинский.ком Ну, понимаете, вот тот юбилей, который отменил Никулин, он был очень нужен солнечному клоуну. Это 90-й год. Вы понимаете, в стране, ну, ощутимо начала падать валюта, точнее, назовём даже рубль валютой, не улыбайтесь, вот, до... Начали расти цены, а самое главное – нечего было купить. И появились утешительные вещи. Наш будущий, тогдашний премьер будущий, тогда министр финансов говорил, что все слухи о каких-то реформах, о том, что будут что-то делать с нашим рублём – это ерунда, это всё чепуха, ничего этого не будет. Но опытные жители страны знали, что чем больше говорят, что ничего не будет, то, наверное, будет и очень скоро. И герой наш – это был его пунктик. Он очень боялся, очень боялся остаться нищим. Дело в том, что жизнь его человеческая начиналась с нищеты. И вот эти люди – это то поколение, которое это пережили, пережили, а страх оказаться на улице, страх остаться нищим, он преследовал. Почему? Ему было 11 лет, когда семья переехала в Москву из деревни. отец его был великолепный часовщик, мастер. Он работал на, по-моему, второй часовой завод, это называлось, и опытнейшим работником. И именно ему поручили сделать подарочные часы для другого отца, уже отца всего нашего народа, Иосифа Виссарионовича Сталина. И надо же, часы, которые он сделал, они не пошли на той великой руке. И именно тогда его арестовали. Ну, я думаю, что арестовали его не только за эти часы. Дело в том, что впоследствии мать говорила Олегу, она говорила ему, ты вот замечательно шутишь. И это дар, это дар у тебя от отца. Он был такой шутник. Это было очень опасно в то самое время, как, ну, вы знаете, басня, шутка, было очень много ушей, которые, ну, из, наверное, самых прекрасных побуждений очень любили писать в ту самую организацию, когда слышали какую-то шутку, которая представлялась им совсем не шуткой. И даже был, ну, баснописец Эрман, прежде чем отправиться в ссылку, ну, тогда же написал, раз КПУ зашло к Изопу, чтобы взять его, да. Ну, вывод вам совершенно ясен, нам не надо басен. Здесь и шуток было, видимо, слишком много, во всяком случае, в 41-м году, прямо перед войной, его посадили. И очень быстро там, видимо, будучи шутником, он не понимал всей серьёзности организации, и, видимо, никак не соглашался с теми обвинениями, которые предъявили, во всяком случае, в короткий срок. Он умер. А мать, а мать в страхе, жажде спасти сыну будущее, быстро вышла замуж, чтобы поменять фамилию, но брак был неудачен, наступила война, и наступил этот страшный голод. И, вы знаете, всю жизнь он вспоминал потом в интервью о мечте, которая у него тогда была. Мечта – это тот белый хлеб с маслом, который он ещё помнил, потому что, повторяю, ему уже было 11 лет, которым он помнил, а не ели. и всё время он будет работать там помощником, учиться слесаря в комбинате «Правда». Он копил, он копил, чтобы дать матери и сам съесть этот хлеб. И он накопил, и это было счастье. А мать, а мать не пережила, у у нее потом случится инсульт. И будет эта самая страшная квартирка, где они жили, она далека будет от уборной, и надо было ей её почти нести туда. и опять вот это поколение в будущем, когда он построит себе дом уже в Германии, первое, что он спланирует, чтобы туалет был рядом со спальней, потому что тот же призрак, который будет его преследовать, призрак голода, который преследовал всё поколение, которое было тогда рождено до конца, тех, кто пережил войну. И вот это тоже никогда не забывал. Это человек крохотный остался и будет жить до конца, и поэтому никто не поймёт то, что, а точнее только те, кто жил в это время поймут его решение в девяносто первом году. Ну, а тогда ему повезло. Он занимался, по-моему, акробатикой, до сих пор осталась эта арена крылья советов, куда недалеко от этого комбината правда, где он слесарем учился быть, находилась арена, он занимался акробатикой и узнал, что в цирковом училище идёт приём, и там невероятная вещь, хлебная карточка значительно для поступающего значительно больше, чем для слесаря в комбинате газетном правда. И он пошёл сразу на эту карточку и так он очутился в цирковом училище. Он закончит, по-моему, и будет называться «Эквилибрист на проволоке». Он замечательно ходил по проволоке и с пируэтами переворачивался, одновременно жонглировал на этой проволоке и так был выпущен. Но карандаш, вот я произнёс, и сразу такая, знаете, разрез между поколениями. Те, кто постарше при слове «карандаш» сразу представляют этого крохотного человечка с собачкой, артист-румянцев, которого называли карандаш первый великий клоун наш. Но его величие осталось там, потому что при другом отце и учителе Иосифе Виссарёнычу наш цирк никуда не выезжал. Он это было наслаждение страны, нашей, только нашей. И вот это величие, этот период, ну, наверное, апофеоза Румянцева остался там, в сталинском времени. И в 51-м году, по-моему, Румянцев набирал молодёжный цирк, он их набрал. И, по-моему, таким путём наш герой станет замечательным клоуном, потому что впоследствии он прекрасно скажет, он никогда не видел человека, так иступлённо работавшего, как этот самый Румянцев. И это Румянцев научил его, он сказал, что настоящий клоун, вы должны, коли он настоящий, узнавать его уже по тени. Вот Румянцева можно было узнать по тени. Как? Очень просто. Вы становитесь и на вас направляют прожектор и ваша тень на полу. Спросите прохожего, кто это? И если он вам ответит, карандаш, Олег Попов, всё в порядке, вы в порядке, вы настоящий клоун. И Иосиф Виссарионович умер, и с этого момента появилась великая возможность познакомить с нашим великим цирком, ну, наших соседей. Это трудно представить, что испытывали эти артисты, которые как бы в собственном соку всё, всё здесь. Они поехали, и они увидели сразу, были огромные гастроли, по-моему, 53-й, 6-й, узнайте, там, постсталинский год, 57-й, по-моему, они поехали в Францию, Англию, и были потрясены. Действительно, Запад был потрясён. Вы знаете, когда там будет потом рассказано, как ему поклонялись Чарли Чаплин и Марсель Марсо, всё это правда. Когда они приехали в Лондон, была обычная лондонская слякоть, печальная погода. И он показывал уже тогда вот эту знаменитую пантомиму, по-моему, солнечный луч. И её увидел журналист, который очень точно написал, когда я увидел этого человека в этом рыжем, с этими рыжими огненными волосами, с этой огромной кепкой надвинутой и с этой невероятной обворожительной улыбкой, я понял, что это и есть наконец солнечный луч, который пробился сквозь эту нашу жуткую погоду. На самом деле, я думаю, что это был, я не знаю, был или наверное, уже тогда был этот знаменитый его номер «Солнечный луч». Понимаете, это была поэзия. Солнечный луч выходит человек с нашей авоськой. Знаете, что такое авоська? Ну, некоторые не знают, я объясню. Такая сумочка, пакетов не было целлофановых, поэтому надо было в магазин приходить со своей сумочкой. Авоська – это плетеная сумочка, которая занимала вот столько места, ее можно было в кармане носить. Авоську производили, по-моему, общество слепых этим зарабатывало, они пряли вот эти авоськи. Авоська, авоська, потому что авось, потому что человек выходит сумочкой и думает, авось я что-нибудь куплю. И вот этот жалкий маленький человечек в этой кепке с авоськой выходит что-нибудь купить и видит этот луч, который нашел розу, и он начинает, и начинается дружба человека с авоськой с солнечным лучом. и в конце он уходит вместо того, чтобы купить хлеба и чего-то погрузить в эту авоську, он грузит в нее друга солнечный луч и с ним уходит. Это до слез. Это невероятно. Причем каждый раз, когда вы видели это, вы все, вы воспринимали это совершенно по-другому. притом, повторяю, он объездил, ну, тогда действительно весь мир и весь мир был, я не говорю у ног его, но весь мир аплодировал ему. и когда нужно, когда нужно будет вот эту знаменитую негритянскую танцовщицу, ну, я не знаю, кто она была еще, певица, ну, Жозефина Бейкер, она была все. Приехав из Америки во Францию, из Америки, где был тогда жесткий, ну, нельзя сказать, невероятное объятие по поводу Африк и Америка, в Париже она достигла, ну, невероятной славы. Это божественное тело, которое снимали всюду, от которого сходили с ума, и вот она решила и сделала это, удочерила и усыновила 12 сирот, и она ушла со сцены еще в будущем порядке, чтобы их воспитывать, и к ней приходили все там, вот, все знаменитости, навещали вот эту удивительную колонию, где были все собраны возможной национальности, там, и японцы, и китайцы, и афрокодамерикан, скажем, попросту негры, и евреи вместе с арабами, они все были. Ей потом пришлось, по-моему, даже вернуться на сцену, потому что денег стало не хватать, но неважно. А это был день, когда это было объявлено, и весь в Олимпии, и надо было поздравлять ее, и избрали, чтобы поздравлял ее, он, Олег Попов, и он пришел и вынул, став на колени, огромное бархатное сердце и подарил и подарил Понимаете, он был символ страны, и по-честному, ведь что Никулин не мог пережить? Никулин – это наш клоун, и он понятен у нас, а тот поэт был понятен во всем мире. и причем возникали совершенно прелестные сцены. По-моему, в Каракасе, да, в Каракасе, в Венесуэле, ему почитатели, это был один из знаменитых телевизионных ведущих, Венесуэла тогда еще была весьма там были и богатые и бедные, потом все станут в основном бедными, тогда так, ему подарили конверт, и дальше есть два варианта, один, который слышал я, а второй, очень простой, который будет напечатан, тот, который слышал я, ну, наверняка, наверное, это неправда, официальная и правда, но я все-таки расскажу, и тот, и та, и мой начинается с одного, конверт подарят, он открывает конверт, там чек, он вынимает этот чек, ну, у нас еще нет олигархов, поэтому люди даже не видели чеки на миллион долларов, а этот чек, там написана эта сумма, в углу, как положено, миллион, и прочеркнуто долларов, и он понимает, что у него в руках миллион, и сейчас можно, там все беды цирка внутренней, ну, только, конечно, друзья, друзья, им решить с этим миллионом, и он приходит к ночи домой и вызывает только друзей, и под страшным секретом сообщает о миллионе, и они думают, надо только хороших людей, вот хорошие люди должны при помощи этого миллиона решить все свои хотя бы производственные беды, там не так кормят львов, чего-то плоховато с лошадьми, и главное пойти по-настоящему в ресторан, не скаренничать, потому что выдают крохотные суммы, ведь там им платят максимум 10%, все остальное того, что они должны получать, все остальное берет государство, и тайный слух ширится, но каждый говорит, только ты, руководитель делегаций, и вот начинаются большие столкновения друг с другом, этот миллион начинает ссорить людей, потому что достаточно ты близко приближен к коллегу, чтобы пользоваться миллионом, а не совершил ли когда-то ты все кончается тем, чем должно кончиться судя поначалу, который я рассказал, дело в том, что очень много слишком людей, ну, так скажем, не очень любят друг друга, поэтому очень скоро руководительница нашей делегации узнает узнает о миллионе, и она в разгар, когда все напряжено, счастливо заканчивает ситуацию, она забирает этот миллион, и все снова любят друг друга, наутро все наше посольство, куда она приходит с этим миллионом, и передает его возбуждено, кто пойдет получать этот миллион в банк, и вы знаете, выбирают достойнейшего, он идет получать миллион в банк, когда он приходит в банк, то девушка, которой он передал этот миллион, чуть не упала от хохота со стула, дело в том, что этот был чек на миллион счастья человеку, подателю сего, нужно было получить от жизни, правда, миллион счастья, и наше бедное посольство, опять же, непривыкшее к олигархам, ну, сейчас им дали миллион, да что, скажешь, сколько миллионов проходит, а тогда это был удар, ну, а по официальной версии, все было очень просто, миллион, вручили конверт, и он, тут же, наша руководительница подошла и спросила, что за конверт, он передал, она открыла, там был миллион, и она передала его в посольство, все просто, наверное, это правда, наверное, это, то, что я вам рассказываю, это обросло вымыслом, на самом деле, я думаю, что, ну, это только я, вы так не думаете, то, что я вам рассказал, это правда, вы понимаете, что такое цирк тогда, вот, Леонид Ильич Брежнев очень любил две вещи, хоккей, мог смотреть по телевизору бесконечно, и цирк, в котором он должен был присутствовать, когда построят цирк на Ленинских горах, там будет специальный въезд для машины генерального секретаря, который доставлял его сразу к лифту, а лифт возносил в правительственную ложу, откуда он и смотрел все эти шутки, ну, мы вернемся к этой теме цирк и власть, она невероятно важная, да нет, давайте я вам уже расскажу сразу, что тут скрывать, дело в том, что цирк был очень близок к сердцу нашего генерального секретаря, но еще ближе, а поэтому он близок ему, цирк был его любимой дочери, вы представляете, дочь, тогда он был один из секретарей республик, увидела на арене высокого, большого, старше ее, по-моему, в раза два или в три акробата, этот акробат номер, он работал внизу, так называемый, то есть он держал огромный шест, на котором, головой, на голове, на котором другие акробаты делали акробатические движения, дочь была так потрясена, папа не знал ее умения и способность влюбляться, что она сразу влюбилась в акробата до того, что сбежала с ним из дома. Галина Брежнева сбежала с акробатом из дома, и когда папа ее привели обратно, но уже было поздно, она забеременела, при этом она честно исполняла роль жены, оказалось, жены и терпела, а иногда этот суровый новый муж мог поколочить и тихо говорят, поколачивал, и она все терпела ради любви и родила, и Леонид Ильич вынужден был простить и согласиться с этим браком, потому что тут же влюбился в эту девочку, которую она родила, он был хороший человек, вы знаете, это правда не профессия для генерального секретаря, но вообще-то хорошая, поэтому он даже полюбил своего зятя, которого, к сожалению, разлюбила его дочь, и дальше начнется то, о чем я не буду говорить сегодня, я буду говорить в дальнейшем, в другой, следующей передаче, потому что они связаны будут, связаны, а сейчас мы пропускаем этот момент, и я к вам просто рассказываю, что в цирк пришел человек, который мне был невероятно близок, звали его Анатолий Андреевич Колеватов. Это определенная веха в истории нашего цирка. Анатолий Андреевич Колеватов был директором театра Ленинского комсомола. Еще раньше он кончил Вахтанговское училище и стал актером, но актером Анатолий Андреевич был, ну, будем честными, очень средним, хотя коллеги говорили, что да, пока ты выходишь на сцену и говоришь, кушать подано, ну, повыходи лет пять, и вдруг тебя заметят, и ты. Анатолий Андреевич чувствовал в себе необычайные творческие силы, которому мешало выходить на сцену с репликой кушать подано. Ему нужны были большие свершения. Он оказался великим администратором, великим. Он был директором театра Ленинского комсомола, когда ваш покорный слуга принес туда пьесу. И он ее взял, в этот момент театр Ленинского комсомола переживал очередной ужас, в него не ходили. И он пригласил вот этих всю группу молодых артистов Ширвинд, Яковлева, Державин, это он при нем. И они играли мою пьесу. Вы знаете, и я, ну, вы, наверное, знаете, что вдохновение вещь хорошая, но можно рукопись продать, как говорил наш поэт. Дело в том, что я уже был женат, у меня был сын, которого надо было, он только что родился, и вообще желательно было его кормить, мою жену, актрису, которая не играла сейчас ни в каком театре по случаю родов. И поэтому я очень хотел получить деньги за пьесу, которая уже шла. Анатолий Андреевич, я вам сказал, Колеватов был великий администратор. Он мог всё, только не платить деньги начинающему драматургу. И вообще начинающему драматургу ничего не надо было платить, достаточно славы, которая шла, но пьеса же пошла, поэтому каждый раз в надежде взглянуть сурово ему в глаза я стоял у знаменитой лестницы, которая и поныне в театре Ленинского комсомола вбегал Анатолий Андреевич, он только бегал. И пробегая мимо меня, который уже начинал, а, старого Чехов! И пробегал. В другой раз я был суховокобылен, я был всем денег не платил. Иногда у него было философское начало, он останавливался и говорил, тебе деньги нужны, да? А на хлеб с маслом у тебя есть? Есть! Хорошо! И убегал. Но когда у меня сняли пьесу, а сняли ее, потому что там муссировалась, как было сказано, вреднейшая тема отцов и детей почему-то считали... Я-то считал, что проблема отцов и детей не только на кладбище, а всюду она есть. Ну, партия и считала по-другому, что есть только единство наше и отцов с детьми. И поэтому пьесу сняли за эту вредную тематику. Я, правда, говорил, что там есть один-на-одна вещь, там одни студенты и нету отцов. До Калеватов говорил великую фразу – оправдаться это можно, но не спросят, вот беда. И когда он снял пьесу, он заплатил мне все деньги именно тогда, когда он мог мне ничего не платить. Вы знаете, он был божественный, он обожал актёров. Когда он пришёл в цирк, он сразу сказал Олегу Попову, вы бриллиант, а моя работа быть вашей оправой. Из театра ленинского комсомола он дальше начал подниматься и стал директор всех цирков страны, Союз Госцирк во главе Колеватов. Вы представляете, что это такое? Это наших два цирка гигантских, которые шлют вот эти трупы в Европу и эти трупы зарабатывают гигантские огромные деньги и привозят их в страну, а кроме этих двух каждая республика имеет цирк и всем этим цирками всех республик руководит наш Колеватов. В это время он меня позвал и сказал я хочу тебя познакомить и это трудно он уже он был не молод и но вот он вошел и когда он улыбался это было невероятно вы понимали что это божество он меня познакомил с ним с Поповым а позвал он меня потому что у него появилась идея поставить мастеру Маргариту в цирке вот со всеми этими делами с этими актерами акробатами с этим ну я ну я ну Анатолий Андреевич просит значит мы разговариваем я абсолютно знаю что я это делать не буду он знает меня очень хорошо что наверное это делать не буду но мы мечтали и вот сначала я просто не поверил происходит проходит слух что ну вы понимаете что колеватов это держава в этот момент ну цирк весь в его руках туда попасть невозможно там каждый билет это валюта в общем практически да она в рублях попробуй и все это по всему огромному пространству в его руках связи у него ну невероятный он отец циркачей то есть когда кому-то что-то вот так нужно и они приходят к колеватову и он это делает и Олег Попов и Никулин и все живут действительно как кто-то сказал у Христа за пазухой происходит шестидесятилетие колеватова и ну тогда было понятие подарки наши люди друг к другу делали подарки ну вот слесарь к вам приходит иначе он не придет вы ему подарок то есть это в общем-то бесплатно при ЖЭКе но иначе он не придет вы ему подарок а слесарь хочет в магазине купить дефицитную сервелат колбасу он продавцов которого он знает подарок и вся страна соединена подарками работают подпольные фирмы которые делают джинсы абсолютно похожие на американские и все там власти делают ведь что они не видят это подарок мы все кого-то выпускают за границу ну жалкие но они едут за границу они знают они помнят нужен наверное подарок и они покупают баночку икры которые не продаются но надо сделать подарок и купить ее и конечно как наши промыслы заменитый Палях целый магазин на Кутузовском проспекте они покупают шкатулку и что-то и приехав за границу к полному изумлению принимающие стороны дарят икру и Палях шкатулку потому что те не понимают почему за что но мы люди воспитанные на подарках вся страна объединена такой легкой коррупцией назовем на 60-летие Колеватова ну вы представляете благодарные артисты сколько подарков он получил он получил столько подарков что вынести их из театра он не мог поэтому три четверти валялось в его кабинете вот только маленькую часть сервизов шмервизов привез домой и 82-й год еще есть Брежнев который маразмин но он есть слух я не поверил говорили даже что по телевизору показывали Колеватова арестовали да не просто арестовали а арестовали специально это был первый раз в кабинете то есть он кабинет Колеватова это кабинет лейтенанта мушкетеров Детервилля то есть там куча людей ждет когда его впустят когда он моментально подняв трубку решит ваши проблемы вот вот этот кабинет сидят перед ним огромное количество людей сидит секретарша проходят люди и выводят в наручниках Колеватова и начинается опись имущества которые там и возникает слух актеров циркачей начинают вызывать в соответствующую организацию и это непросто обвиняют Колеватова что он брал взятки от циркачей потому что иначе он не давал им возможности уезжать за границу что выезд за границу оплачивался вот этими ну понимаете они действительно привозили подарки это был подарок это был знак любви к Анатолию Андреевичу Колеватову такого-то артиста можно было не носить иногда наверное он что-то говорил ну если ему надо было слушай ты будешь там купи диктофон по сравнению ну это это не было взятка но их вызывают а вы понимаете что такое взятка в то время по уголовному кодексу дело в том что за взятку сажают того кто взял взятку и того кто дает взятку он тоже виновный по нашему уголовному кодексу и вот вызывают Никулина вызывают нашего героя Олега Попова и Олег Попов тогда еще смело говорит я чуть не понимаю это чтобы я давал взятку чтобы меня за границу это мне надо было давать взятку чтобы я туда поехал потому что без меня там никого там смотреть не придут там меня ждут но смело очень в начале но это продолжается более того с колеватом сейчас начинаются какие-то странные вещи о которых я буду говорить в следующих передачах потому что тайна почему арестовали колеватова и что было за этим и никакого отношения никаким взятком не имеющие и почему это было это было уже не цирк это была политика о которой мы расскажем в следующей передаче а пока мы закончим эту колеватова убрали цирк продолжался и наступали новые времена наступило леонид ильич брежнев в 82 году ушел от нас и пришел придет Черненко потом чуть с трудом не придет Гришин потом придет Горбачев потом началась перестройка и тогда оказалось дело в том что я вам сказал что это был человек раненый попов нищетой и вдруг он начал замечать он всю жизнь он же копил не доллары он копил рубли всю жизнь потому что его преследовал этот страх уле от оказаться старым и нищим и к 60-летию своему этот страх стал абсолютным исчезали продукты и рубль сейчас начнет падать он успеет появляется министр финансов Павлов который станет потом премьер-министр и появляются любимые идеи что во имя светлого будущего сейчас нам наконец снова нужны будут некоторые трудности дело в том что страна привыкла жить ожиданием будущего коммунизма и трудностей но сейчас явно должны наступить какие-то очень серьезные трудности сейчас наступает падение рубля и вот этот который копил всю честно свою жизнь на старость сейчас узнает размер пенсии которую он будет получать нищий пенсии народный артист СССР там со всеми орденами и его все эти накопления начинают стремительно исчезать в 280 раз упадет возможность покупать этим самым рублем рубль рухнет в 280 раз а до этого все время им будет говорить да нет нет Павла будет говорить не будет никаких реформ и состоялось обмен 50 и 100 рублевых которые начнет уничтожать состояние а потом Егор Гайдар во имя и это действительно во имя во имя светлого будущего капитализма укокает абсолютно сбережение всей той части которая создавала страну которая создала ее индустрию ее то могущество которое было или не было но ту жизнь которой жила страна они все будут нищими в один день у меня меня впервые выпустили за границу я уезжал на премьеру своей пьесы в Нью-Йорке и оставил в сестре очень большие деньги пока я ездил на них можно было купить два яйца на рынке любимый анекдот в это время тетка еврейка пишет в Израиль такие огромные цены на рынке я даже не знаю как жить ее тут же вызывают в любимое учреждение это вы что пишете вы что пишете за границу она говорит хорошо я буду писать правильно цены упали на рынке можно купить за пять рублей даже слона но если прибавить несколько тысяч можно купить и яйца то все смеются а ему не смешно и он сказал а чем же мне сейчас заниматься чем мне заниматься мне нужно идти в переход который он до сих пор есть там до сих пор люди играют на гармошке на чем-то и собирают милостыню это в районе площади маяковского вот там подземный переход там всегда играют там пока не наставили ларьков вот может туда мне пойти пожонглировать потому что проволоку же там не натянешь яблоком а яблоки я не смогу купить ну шариками шариками народный артист ему говорят нет ты уже ты понимаешь наступает старость ты должен ждать старости и достойны смерти и он сказал а я не хочу ждать смерти я хочу ждать зрителей и он уехал он уехал в Германию в ту самую которую мы победили и в которую тогда много уехало чтобы не нищенствовать а продолжать делать то что они умели и его будут обвинять предателем и так далее да нет он даже сохранил гражданство до самого конца до смерти он умрет гражданином России он продолжал но это поколение вы понимаете как кто-то сказал им нужны березки и он переехал в Германию и мы мы будем получать замечательные сведения о том как он там нищенствует как его великого клоуна заставляют играть выступать в этой клоунаде жалкий он что-то там пытается делать и все это было то самое замечательное вранье он приедет в Германию и он у него умерла жена которую он очень любил вы знаете множество женщин ну это было невиданное обаяние когда он улыбался то можно было отдать жизнь не только сердце вот но не было у него была жена и она умерла и он остался как бы один но по-моему в Австрии он увидел залы были битком набиты потому что ни в каком цирке жалком он не служил он собрал свою трупу и муштровал ее как он умел и с нею он ездил и всюду где он появлялся были эти сумасшедшие сборы и бетон битковые залы и он поменял имя он перестал быть солнечным клоуном он стал счастливым Гансом вы наверное у нас как-то не очень понимают счастливый Ганс это персонаж сказки замечательной сказки братьев Гриб о таком Ивановске дурачке немецком который глупый он где-то заработал слиток золота и заработал и идет домой и по дороге его все время обманывают он обменивается на какую-то лошадь потом лошадь его обменивают уговаривают его на свинью заканчивает он каким-то огромным куском камня который его тоже обменивают и он счастливый понимает что камень можно положить и вернуться домой ни с чем но очень счастливым потому что все время ему казалось что он прибавлял он совершал удивительные успешные сделки и главное он дошел домой полный счастья от этого пути где ему все время так везло что он сумел протратить этот золотой слиток но принести другой слиток счастья и вот он также наш друг в Австрии по-моему узнаете там точнее увидел перед в набитом зале стоит женщина которую поставили потому что нельзя негде сесть и он попросил чтобы ей принесли стул и ей принесли стул и по окончании она пришла за кулисы поблагодарить его ей было 30 лет он был за 60 чуть старше но он как сказал он же не был ходок он первый раз в жизни попросил чтобы чтобы она оставила ему телефон или что-то в этом роде она оставила телефон потому что она ради него приехала и дальше он на ней женился она не знала русского а он немецкого но как она сказала знаете когда разговариваешь на языке поцелуев то это не так важно кроме того женщина оказалась очень быстро учат язык в отличие от мужчины поэтому она раньше научила все русскому и это было очень важно и даже стала играть с ним в этом цирке работать с ним он был счастлив и построил под Нюрнбергом по-моему конечно в лесах конечно там где были березы он построил себе дом вот там где была очень удобная спальня где можно было получить инсульт и не быть в тягость своим близким 25 лет его уговаривали приехать а он не ехал а потом все-таки приехал на это был юбилей маэстро по-моему вручали какую-то премию огромную ему международные в Сочи по-моему это было но это было что-то сумасшествие туда все поехали смотреть приезд маэстро все наши клоуны замечательные тоже собрались к этому вождю советско-русской клоунады вот он и успех был огромный и он решил еще раз приехать и он ну да вы знаете он был в великолепной форме он 80 лет ходил по проволоке и дел кульбиток когда надо он был великолепен потому что был счастлив и он приехал уже по-моему это был Ростов да Ростов по-моему и когда были объявлены концерты в гостинице он сидел на диване и вошли и поняли что он как-то неестественно сидит и прибежала она и поняла что он был мертв остановилось сердце он умер в ожидании зрителя не сверьте он там до сих пор ждет зрителя этот великий клоун он попросил похоронить себя в этом клоунском обличии чтобы тень если он восстанет можно было его узнать повторяю он сидел и там лежит в ожидании зрителей до сих пор до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok